Участкового врача Галину Каратяеву пациенты не увидят ближайшие полгода. Когда шла на очередной вызов, подскользнулась, упала, очнулась гипс. Если бы не было перед этим падения и удара головой, я бы, конечно, спокойненько бы упала. А тут я постаралась всеми судьбами равновесие сохранить. Настолько выкрутила туловище, что полностью вывернулась сустав, разумеется, переломалась все, что можно. Плоская рельефная подошва на обуви и предельная концентрация внимания не уберегли от падения Галину Николаевну. Не спасают и передвижение на машине. Еще одна пациентка Лидия Кучер думала, что личный автомобиль точно убережет ее от гололеда. Не тут-то было. Я пошла на ту сторону, где-то школа 63-я и прямо около диспансера, угла Венцка из Степанраза. Я рула, как упала, на бок я. Ну и сначала ничего, потом чувствую, нога у меня же вывернулась. Мы на машине постоянно. Тут я просто час был свободен, и я решила сама пробежаться. Только за прошедшую неделю в больницу Пирогова поступило около 20 человек с травмами, полученными на улице, в том числе из-за гололеда. В детскую травматологию больницы Калинина 45 несовершеннолетних. Заведующий травматологическим отделением клиник медуниверситета Сергей Ордатов говорит, зимой в отделении каждый второй пациент с травмой, полученной из-за гололеда. Время гололеда – это дополнительная нагрузка как раз на травматологические службы. Всплеск пострадавших. Пациенты, как правило, занимают все свободные места, вплоть до коридоров. В основном это что? Это переломы лодыжек, это переломы луча в типичном месте. Кому-то не повезло больше переломы костей голени, шейки, бедра. То есть все это, безусловно, растет в геометрической прогрессии на фоне гололедицы. Всю неделю наша съемочная группа выезжала по сигналам телезрителей в те уголки города, где особенно скользко. В пятницу мы решили проверить, среагировали ли управляющие компании на жалобы людей и наши сюжеты. Ну что ж, друзья, наша недельная работа не прошла даром. Скользких мест в Самаре стало меньше. Остановки общественного транспорта были почищены, как, впрочем, и тротуары. Поэтому и мы временно убираем свои коньки. Возле остановки на пересечении Мичурина и Масленникова еще два дня назад невозможно было пройти. Теперь лед сколот и лежит в стороне. Подобная картина и на полевое ледяное покрытие, о котором мы рассказывали в начале недели, полностью счищена. Конечно, самарцы не могли не заметить перемен к лучшему. Я часто езжу, почти каждый день на транспорте. И сейчас заметил, что стали лучше чистить, по крайней мере, на остановках. Вот эта остановка, я смотрю, она посыпана гидрантами, я смотрю, и солью там, наверное, посыпана. Вот более-менее хорошо. Можно будет подходить. Люди не будут получать травмы. Всецело полагаться на коммунальные службы, конечно, нельзя. Не стоит забывать и о собственных мерах безопасности. Носить удобную обувь, смотреть под ноги, ну или в случае чего, звонить в редакцию телеканала «Самара ГИС». Марьяна Мирная, Константин Головин. События.